Возьмите ключи. Мне больно. Ну, это не получится, потому что я на восьминке сижу, не знаю, шериф нет. Какой ты знаешь, шерифы на 10 может быть. Пиши на 10, что я на 10. Все, город уходит в ночь. Я раздача ролей. Гроб номер один. Гроб номер два. Гроб номер три. Гроб номер четыре. Гроб номер пять. Гроб номер шесть. Гроб номер семь. Гроб номер девять. Гроб номер восемь. Гроб номер девять. Гроб номер девять. Гроб номер десять. Гроб номер десять. Гроб номер десять. Гроб номер два. Гроб номер десять. Просыпается дон мафии, к дону присоединяется мафия, у вас минута на договор. Продолжение следует... 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 понятным это было странно то есть я у вас время игрок номер шесть ваша минута ну один я пока не даю света вообще не понятна речь действительно то что нам делать с этой информацией но было забавно потому что вот эта вот история про шнурки который они там учили завязывать игрок номер пять ищет шнур который тоже наверное где-то лежит завязан и кстати . до сих пор предъявляет что это не я ее научила завязывать шнуки а какая-то девочка из ее класса то есть это как минимум после шести лет а то может быть и в девять ладно теперь два покопалась она не покопалась что-то поговорила о своем в кэше тебя на работе как-то вообще цвет ничего не дашь а вот три мне не понравился именно потому что он спрашивал игроков который 10 секунд 4 это заметил и сказала вот поэтому мне 4 нравится тут больше всех я с ним играю я бы один вы не выкинул 4 играть и 4 пойдет у вас время игрок номер семь вашими доброго утра город но смысл смысле никто не понял о чем говорила я тоже говорю не о чем она в данном случае о чем-то главное как она на речи типа хорошо вот свет она и не дает мы ее послушаем на папиле и узнаем ее позицию но сама речь эмоционально было нормальной нормальной это просто хорошая средняя речь вот вам не показалось что ее аргументы поясницы были нормально ты взял два но спрашивал десятки что он думает по единице своего мнения по по единице не было вот это я тоже отметил это сказал игрок номер 4 4 ответил этот аргумент 4 мне кажется красным потом 5 отказалась от четверки 10 секунд шестерка те же аргументы про четверку про но двойка вам не понравилось мне больше всего понравилось 6 4 и 2 я тоже считаю вас время игрок номер восемь ваша минутка меня еще так перепутала по-моему на самом деле на речи один я почувствую себя на уроке химия ты слушаешь-слушаешь потом откликаешься и все и потом дальше ничего не понимаешь это ужас какой-то я потеряла сам сложную цепочку то есть наверное просто эмоционально немножко больше в красную сторону это исключительно эмоционал 2 а как-то типа и не покопалась и попалась и приоткрыла то есть ну тоже такой 1-2 для меня надо разбираться 3 я посчитала на речи более в красную сторону по поединению сынника 4 мне тоже понравилась речь потому что 4 начал ко всем типа так вот копаться прям закопался в игроках 1 2 3 вот это в стиле четвертого игрока не очень сильно понятно почему 5 выделила 3 сильно красным игроком я просто этого с вашей стороны момента не услышала вот то есть то что 3 ну ты знаешь 3 самый красный и не поняла что у меня потому что 10 секунд у меня поэтому красный 6 поговорила так нейтрально на речи 7 я уже вообще все опять забыла он опять начал говорить ни о чем и о чем-то у вас время игрок номер 9 первого игрока сильно копаться даже не в чем то есть в этом смысле и все время претензию потому что не покопалась в один условно просто непорядная речь при этом не просто два эмоционально сильно пока что не понравился то есть я с вами коммуницирую в любом случае я же не подозревал вас сразу проверка 2 вы показываете про годовый знаете что вы будете делать с этим столом если вы проверьте с красным в таком случае хорошо если хотите можете попилиться но вот неважно 50-й игрок скажет 3-й игрок мне не совсем понравился потому что постоянно смотрел 10-го игрока для меня это определенный маркер я это показал 6-м игроку когда я говорил потому что хотел как бы обратить на это внимание поэтому нравится 4-й игрок который въехал и мне кажется был нормальный въезд потом 5-й игрок мне совсем понятно потому что вы насколько я понял не совсем вам будет понравилось при этом мы с 3-м игроком играете а 3-й игрок как раз ему будет достаточно понравилось мне всем понятно почему у вас так тройка похоро поговорил хотя мне он не чтоб сильно понравился 6 игрок берет нормально позицию, а к этой позиции не подходит, поэтому 4, 6, 7, 7, 7, 7, 6 менее ократно, потому что он присоединяется к этой позиции. 8 я просто к позиции не понял, потому что вы по прежде ему как-то сказали, что у вас все нахутано. Вроде вы нормально поговорили, но мне не очень нравится, что обычно я так черно говорю. У вас вредно, 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 вредно. Игрок номер 10, ваша минута. Ну что, непонятного, вы не хотите, все, единца не хочет спиниться, не надо, все. А, вы подумайте, все, думайте, думайте. Итак, то, что я считаю, что 1, в принципе, она, ну, можно ее прочитать по красному, хотели узнать, что я думаю. Но я считаю, что пока что она не самая черная за столом, вот скажем так, да, можно по справедству не по красному. Вот, по поведению циников, по поведению, как от номер 3, выставляю 2. 2 принято. Ну, 2 по 6, в 1, в 1, да. По поведению циников, то, что вы правильно заметили, девятка, что, как бы, действительно, это больше красное. То, что вы обратили внимание на то, что он обращался именно по своему маркеру и все такое, поэтому я на это нахожу как больше красный цвет. Вот, 4 покопался, тоже вполне ничего. 5, это вообще, это самый красный, это просто краснее не бывает. Вот, вот, 10 секунд. Вот, мафия, убейте ее, шире, это, дом, идите, проверьте ее, вот, все, это, да, мафия, все, уже не передоговориться, я уже закрываю стол, как бы. Все. У вас время. Мы переходим к голосованию. На голосование выстрелим на игроки 1, 2, голосуем в порядке 1, 2. Катастрофа, чтобы стол покинул игрок номер 1, 5 голосов, поставьте руку, кто не голосовал, 5 голосов уходит игроку номер 2. У нас автокатастрофа между игроками 1, 2, игрок номер 1, ваши 30 секунд. По сути, два пилила спроса, чтобы, да, типа, говорить, потому что все нужно, она сделала красный. Она и переоткрыла, и покопалась. И для меня это больше красное поведение, поэтому я радикально не согласна по этой теме, но номер 8. И 3, мне это нужно напрягать, потому что он, как я считаю, больше вписался в позицию 2, чем добавил что-то свое, поэтому 4. Легитимная критика игрока. 30 секунд. Даже если он не играет, 5, красная, 6, тоже, кажется, у меня, 7, это в ее команде получается, 9, больше следит за маркером, чем за столом меня, это напрягает, 10. У вас время. Игрок номер 2, ваши 30 секунд. Ну, мне кажется, что по прошлым маркерам, просто когда она так тарафорила, она была черной, поэтому сейчас мне это не очень сильно понравилось. Вот, поэтому пока что оставляю. У меня вообще другая позиция, мне показалось 3 красным, 4 очень сильно выезжал, то есть он прям сильно отказался от всех. Он так делает тоже обычно, когда он вечернее, поэтому надо бы переслушать. 5, мне показалось, по красному поговорила. 6 тоже на столе. 10 секунд. Только она мне не подходит, потому что она играет с 4. 7 взял странную команду, он сыграл 6-4 из 2, когда с 4 задушил. Ну, короче, вы поняли, 6-4 не сыграл. Мяу. Мы переходим к переголосованию. На голосование выставленной набереги. 1-2. Голосуем в порядке 1-2. Кто 100, чтобы стол прыгнулся в номер 2? 6 голосов. Поставьте ли, кто не голосовал. 4 голоса входит игроку номер 2. Игрок номер 1, ваша крайняя. Эээ, так, вот этого я не ожидала. Ну, хотя, с другой стороны, да, поговорим по половине стола. Как бы научить и... Стреляем 5, это на шериф. В пол, ведьма. Ну, ничего, запомнилась к ним почитать не было. Я уже сказала свою позицию по столу. Да, конечно. Я уже сказала свою позицию по столу. И я сказала, что... 8 еще по стране. Я сказала, что 9. Играл больше по маркерам, чем по позиции. Ну, и 10-3. Ну, и все. Спасибо, класс. И вам спасибо. Попрощаемся с уроком номер 1. Город уходит в ночь. Афия выходит на охоту и проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Афия удаляется. Ты засыпает. Т进 т poeitive. Как это дают. zić лиrito. Товик получает проверку. И засыпает. Присыпается шерик. Шерик мещен м actor. Отключать проверку. Товик щипает. Город спит. Просыпается только игрок номер 5. Игрок номер 5 просыпается. У вас есть 20 секунд, чтобы назвать 3 цифры ваш лучший ход. 9-10. 9-10-4 принято. Засните. Город просыпается. Игрок номер 5. Ваша крайняя. Не пошла я 9 проверять. Почему? Потому что вы меня спрашивали проверку перед ночью. Ну, я шериф. У меня спрашиваете, кого проверить. Я что, пойду вас после этого проверять? Ну, да, я сделала, наверное, так себе проверку. У меня красная проверка. Будете пить? Нет. Да, прям. 4 просто так оставила. Вот 4 не опирайтесь. Я, на самом деле, у меня как-то было мнение о тройке сложенное, да? Вот. Но на 4 не опирайтесь. Может быть, красным. 9-10 считаю. Ну, 10 понятно, черным. То есть, сейчас убираете 10. 2 красная проверка. Извините. 10 секунд. Пожалуйста. Вот. Разбирайтесь. Вы понимаете, цвет 8. У вас время. В общем, я заменщаю 9, 10 и кто-то. Время, 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 время. Попрощаемся с игроком номер 5. Этот день открывает игрок номер 2. Ваша минута. Вставляю 10. 10 принято. То есть, я сижу перед ночью, прошу проверить. 4-7. А идет проверка в меня. Не, вы можете на меня не смотреть, я ничего не понимаю. Ну, смотрите, я говорила, да, на пакете. Один у нас у нас красный получается. Я думаю, ну да, красный. 3 я считала красный. 4, вот, просила проверку, потому что для меня есть маркер. Он очень сильно втопил, он ни с кем не сыграл. Для него это свойственно, когда он черный. Поэтому надо его переслушать. Вот, я до 7 договорила, да. Вот, 7 тоже непонятно, почему такая команда, что 2-4-6, когда 4-6 не играют 2. Вот. 8 ничего не поняла, попутала, надо переслушать. И 9 мне не очень сильно понравился. Потому что обычно, когда он красный, он видит мой цвет, он играет со мной. То есть, ну, и говорит не так. И эмоционально мне его смутил. Вот, поэтому 9-10, я, в принципе, с этим согласна. У вас время. Игрок номер 3, ваша минута. Я прошел, проехал 9, когда я был в душу, иди с отговорить. Он сказал, что у меня маркер, естественно, ведьмака, я черный. Это он с тобой маркер, естественно, ведьмака, я красный. Как он тогда сказал, я не знаю. А у вас проблемы? Играет 4-0, понимаете? Красная проверка. Словная черного игрока, которая тоже красный. И я красный. Это вам надо объяснить, может, 4-0. И мне есть, ну, так надо объяснить, как у вас, серьезно. Играет 5-10, а потом 9-го. У вас есть крыша, у вас, как бы, 6-я слава, молодец. Игрок номер 4, ваша минута вставляет. Игрок номер 10. 10 стоит. Так, действительно, я поиграл, не поиграл тут с двумя красными. Вопрос даже не во мне, а вопрос дальше. Кто со мной играл и кто поддерживал мою позицию? 6 и 7. Давайте разбираться с ними. 6 могла бы вот так черная поддержать мою позицию. То есть, да, да, там много черных, я вот с ними не играю. То есть, усиливает мою неправильную позицию 6. И 7, якобы, тоже усиливает мою позицию. Но вот 2 он вытянул. Все-таки с 2 поиграл. То есть, 7 для меня будет краснее, чем 6. Только если 6 ошиблась так же, как и я. Такое может быть. Но все равно 6 относительно меня будет чернее. 8, у вас было мало. 9, у вас было много. То есть, 8, как бы, ничего такого я не проанализировал. Вроде бы со мной поиграли, да. 10 секунд. Вон, опять же, против красных. На счет 3 я еще не уверен, что красных. А 9 прямо вот акцентированно поиграл со мной против 1, 2, 3. У вас вред. Игрок номер 6, ваша минута. 9 не поиграл со мной. Я ведь же сказала, что... Нет, 9 поиграл. 9 поиграл, он сказал, что 3 и 4. Ну, 2 говорит, что 3 красные у нее. И если 2, 3... Ну, если 3 тоже красные вместе. То есть, из 2, то тогда 4, скорее всего, тоже красные. Потому что на черной карте играть 4-0, когда тут сидит перед ним трое красные, можно было выбрать кому-то из них, тем более 2-3 играли вместе. 3 поиграл с 2. 2 там потом уже показалось, что 3 у меня покраснее. 4 мог бы поиграть. У меня просто... Тут можно было... Я показывала проверку 7, потому что он присоединился к этой позиции. То есть, у него самая слабая позиция вот из вот этого. И плюс еще там взял 2, ну, ладно. Поэтому пока проверка 7, проверка 8, 8, потому что она там что-то не разобралась. То есть, я думаю, что с этой стороны у меня все сидят красные. А черные, вот, между 7-8-9-10. У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. Доброе утро, корот. Объясняю свою позицию. 2-ка нам втыкала и делится. 3-ка взял. То есть, 2-ка многие не поиграют. То есть, 3-ка берет 2-ку. 4-ка отказывается от всех до него. Вы играете с 4-кой. 6-4. Вот, смотрите. Подозревали 3-4. Первый сказал аргументы по поводу 3, что у него не было своего мнения. И он слушал десятку по поводу единицы. То есть, значит, двойка не играет с единицей, а тройка наоборот заигрывает двойку. Значит, двойка, вероятно, красная. Мне 4, аргументы 4. И то, что он на четверке не взял несколько относительно красных речей, тоже не черная игра. Это красный игрок так играет. И 6 играет с 4. Вы играете с 6-4. Значит, если 1-2-3-4, для меня двойка самая красная. Не двойка, смотри, а с 1-2-3, двойка самая красная. 10 секунд. Понятно, что я имею в виду. Поэтому я взял 6-4 и прибавил двойку. А восьмерка, которая по этому аргументу залазит на северку, для меня очень подозрительно. У вас время, время, время. Игрок номер 8, ваша минута. Выдянули двойку, я своей речи сказала, что мне понравился четвертый, и третий поглядение для меня красный. Я вообще, конечно, взял типа противоположную позицию, наоборот, я по 3 очень сильно и взял четвертую игрока. Я вытянул двойку, а вы вытянули двойку. Какие-то мне приходилось, я просто взрываю вообще по-другому. Вот, потому что вы взяли, а на тот момент дойти к тому, что два красные, это было сложно для большинства столов. А сейчас вы поняли, что это говорит? Да, сейчас поняла вашу точку зрения. Два красные проверки, извините меня, это уже не сильно помогает. Вот, для меня все-таки, я не понимала, почему подозреваю 4, зачем ты просила на проверку 4, если я просила проверку 7-9, для меня это были более подозрительные игроки. И даже то, что 6 взяла просто типа позицию по флорбану, мне кажется, все равно подозревать лучше 7-9, чем типа 6. Я не вижу 6 прям таким сильно подозрительным игроком. И 4 для меня тоже типа все аргументировал. Вот, сейчас уходит только 10, сейчас уходит только 10, а потом будем разбираться и пилить, потому что для меня в 2, 3, 4 это красный, мне кажется. Игрок номер 9 в вашем случае. Ну смотри, 2, у нас в любом случае будет, S, у нас в любом случае будет возможность попилить потом. Даже если я уйду, ничего страшного, я просто завещаю, кого я хочу, хотя бы один попили, буду с тех, кого я подозреваю. Я до сих пор не уверен на счет красности 3, потому что я не понимаю, почему, с чего вдруг он стал таким красным? Почему? Что он разложил? Вы играете только по завещанию пятерки? Короче, в общем, у меня 3 ни одного ромента не дал. Почему он должен быть красным игроком? Я не понимаю, почему все 3 так заигрывают. Четвертый игрок, мне кажется, более красный игрок, он нормально взял позицию, я с ним поэтому на прошлый круг и сыграл. Мне кажется, он мог спокойно присоединиться к позиции 2-3, но из-за того, что так делать, будучи черным игроком. Я сейчас думал, у меня шестерка была красная в целом, но если выбирать между 6 и 7, почему 7 потягивал 2 и совсем понял? Зачем? Я думаю, что это более по красному, потому что зачем ему затягивать двойку, если бы он просто без двойки выкинуть? Что? Так поэтому я и говорю, у меня 3 подозрители, у меня 8 подозрители. 10 секунд. И между 6 и 7, для меня 7 краснее. Что? Поэтому, что здесь... В общем, если я уйду, я от синего смещаю в любом случае пилить. У вас время. Игрок номер 10, ваша минута. Что? Город разобрал. Акси-кар. Вы за черный. Все нормально. Вы ходите здесь. Потом попилятся, попилятся здесь. Вот у вас есть разноцвет, и все замечательно. Вы попилите этих игроков и убили эти кого-то. Такая разница. То есть в том случае сейчас у города черность. На следующий круг, если мафия все-таки... Вот вы попилитесь в разноцвет, и мафия сломает красного игрока. Среди ваших должен быть красный игрок. Правильно? 8-9. Да? Должен быть красный игрок. Мафия сломает красного игрока. Все. Ключится, кто стреляет, и побежайте 2-2. Не сломает, поднимут вашего на цвет. Ну, мафия 2-2 не победит, уйдет в угадайку, но уже договорка не нужна. То есть договорка, в принципе, больше не нужна. Сейчас стреляется красная проверка. 2-8. Вы разобрались в цвете 2? Все. Вы разобрались в цвете 2. Да, я думаю, она всегда разбирается в цвете 2. 2. Вам нужно быть менее открытым. 10 секунд. У нас есть красная половина стола и черная половина стола. Мы могли бы ее наполовину попилить, но вы же не согласитесь пилить. Вот вы проверены, вы должны пилить. У вас время. На голосование выставлен только один игрок, это игрок номер 10. Ему уходят все голоса, игрок номер 10 в вашей охране. Вас сейчас убьют. Вы скажете, попию. Не забудьте, вам не нужно рассказать позиции. Итак, все знают, какая у вас позиция. Итак, знают, что вы мертвый красный игрок. Вы скажете, кто должен пилиться. И расскажете, как должен. Потому что если вы будете слушать игроков неизвестных игроков, тогда пойди, зная, как они озвучат попию, чтобы мак обязательно мог сломать или еще что-нибудь. Или вы убираете, выберете кого-нибудь тут из родного цвета, кого-нибудь уберете. Все хорошо. Потом вы наугадайте. Кто у вас наугадайте? Циник обязательно останется наугадайте. А потом останется наугадайте. Мирабер останется наугадайте. Правильно? И дизель. Вот, четвертого. Вот вы уберете эту пару. Вы поднимите. Вы поднимите эту пару. Послушайте, послушайте. У вас угадайка 3, 4, 6, 7. Это отличная угадайка. Вы выбираете, кто с кем пилится. У вас есть красная половина стола, у вас есть черная половина стола. Вас поднимут. Ким, не переживайте. Вас поднимут с родным цветом, который вы хотите. 10 секунд. Двойка. Вы умираете. Расскажете все. Да, идете поиграть. Со мной в кофе. У вас время. Попрощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Матя выходит на фото. Проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 10. Матя удаляется. Матя удаляется. Просыпается дот мати. Дот мати ищет шерифа. Дот мати получает проверку и засыпает. Просыпается шериф. Шериф ищет матю. Шериф получает проверку и засыпает. Город просыпается. Этой ночью был убит игрок номер 2. Игрок номер 2, ваша крайняя. Смотрите, что я подумаю. Мне кажется, что... Может быть ошибочно, но мне кажется, что у меня есть уверенность только в 3. Потому что когда Витьмак давал отстрел на 5, он скрывался шерифом. А зачем он ему это делал? Ну, с одной стороны. То есть он вместо 5 начал говорить, что я шериф, я шериф. Я не думаю, что черному это выгодно делать. Короче, не знаю. Мне кажется, что он красный. Я в этом не могу быть точно уверена. Но пускай будет. Для меня самый подозрительный, если опускать речь Витьмака, что он там пытался запутать, это 7-8-9. В 6 я не уверена никогда. Это слишком надоумно. В 4 вроде поговорил на том кругу хорошо. Поэтому у меня остается 7-8-9, где между 8-9 разноцвет. То есть там 100% кто-то из вас черный. Попил 8-9 обязательно не должны быть. Ну и дальше остается, не знаю, 3. У меня самые красные, я думаю, кто-то где-то 4, а дальше 6-7. То есть я не уверена в их цветах, но вот они, мне кажется, по-моему, красные. Дальше вот 8-9, то есть у вас время. Попрощаемся с игроком номер 2. Этот день открывает игрок номер 3, ваша минута. Ну и у меня тоже 3 самых красных. А вот дальше по 4, вот. Благодаря, что моя мысль, что он взял 4-0. Думаю, что, что-то 4-0, это только черный 7-11-2. Ну, не 2 точно красных, поэтому 4 черных я играть не буду. То есть, если он загорит на себя 3 красных игроков, то есть у меня нужен черный с документами, чтобы какой-то сделать. Канцер играет на 9. 9-3. Идет, кстати, по-тервес, возможно, мы его сыграем, возможно, не сыграем, как бы это мы не вычитаем. Вы поговорите, да, ну... Действительно, нам тройку черных. 3-10, где я обращаюсь к десятому, как бы это... Это вообще странно, мне кажется, что я прям углажен. Коммуникация двух черных, кажется, она такая вот интересная. Что я говорю? А кто добыть в первую игру, а кто будет ломать? Красная, черная. Я не знаю, кто первый, но я его не сломаю. Почему вы скрывали шерифа? Полфантон 10 секунд. Это красный полфантон, да. Играет-то 3-4. Шестик и у вас сутаска, где они будут. У вас время. Игрок номер 4 в вашем минуту. Ну да, вскрытие шерифа это было по-красному. Вы сейчас объяснили, почему, чтобы запутать. Потому что вы думали, что Ведьмак уже нашел шерифа, да? И вы хотели отвезти пункт за ним. Ну так, хорошо, 3, скорее всего, красный, и шериф с ним играл. Представляю игрока номер 8. 8-9 попилить, это неплохая идея. Я даже не знаю, кого больше подозревать. 9, блин, классно говорит, все аргументировано. Теперь насчет 6, когда на прошлых рук я как бы немножечко объехал в 6, называл ее позицию слабую, вместо того, чтобы защищаться, оправдываться, он говорит, да, вот 4 красный, то есть это мне показалось по-красному. То есть не было такая оправдательная и оборонительная позиция. Продолжил даже мои аргументы. Мне кажется, 6 по красному, кажется, 7 тоже красный. Почему? Кто черный? Да, 8-9 по красному. Но между 6 и 7, у вас время игрок номер 6, ваша минута. Мне не кажется, это хорошая идея сейчас. Потому что у нас 6 человек за слон, черных у нас нет конкретных команд, мы собрать не можем. Мы сейчас попилим так, что черный может сломать, и тогда будут просто внутри подстрелы. То есть я бы за то, чтобы голосовать более подозрительно на игрока, у меня это скорее 9, потом 8, потом 7. Смотрите, почему 9? Он на своей речи объяснял, почему 7 у него покраснее, чем 6, потому что вот он записал 2. Хорошо, допустим, меня убедили, что 7 красный, потому что безопасно проиграл 2. Действительно, черному игроку, может быть, действительно, было бы проще взять команду 4-6, они оба выкидывают 2 и выкинут 2 дальше. Если он это берет, то показывает какую-то там свою позицию, то и больше попрасно. 10 секунд. Но это тоже красный, тогда у 9, получается, не хватает мапов. Поэтому мне 9 подозрительнее, чем тот же 7, например. И потом еще что, я не помню, чтобы 5 играло с 3. У вас время, игрок номер 7, ваша минута. Добрый, вот аккуратно. И начнем с конца, действительно, 5 поиграло с 3, и поэтому я не поиграл 5, а поиграл 4-6. Потому что я сказал, что 5 играет с 3, хотя 4-1 сказал, что тройка спрашивала у десятки, а кто такая единица, не мог определиться. И смотрите, то, что вы говорите, я согласен с вами, что если мы сейчас ошибемся, то это 2-2. Но если мы сейчас проголосуем в одного и ошибемся, то это тоже 2-2. Не знаю, двойка нам завещала пилить, 8-9. Я, вы говорите, нет, вас считать все самым красным, действительно, это было сыграно по-красному. Четверка, я с четверкой играл, и то, что он озвучивает красные аргументы по поводу тройки, это тоже по-красному. Просто черный бой сейчас развивал параметры. 3-4 точно красный, 6, я считай красный, самый подозрительный 8-9. 10 секунд. Чтобы безопасно подпилить, это был бы лучший вариант. Выставляем 8, выставляем 9. Буду голосовать с красным городом как решитель, но в любом случае... У вас время, время. Игрок номер 8, ваши минуты. Я очень сильно подозревала 7-9, но я сегодня, наверное, может быть, 7 лет, у меня было время подозрительного 7. Я показывала, что если он будет пилиться, то есть, если он может уметь устроить, то есть, если он будет пилиться, я показывала в ролике, показывала канал. Вот, еще купила. Я готова остаться 9, но просто... У меня других черных по счету не остается. 3-4 длинные красные, 6 сейчас в своей речи просто... Я прям убедилась на красном цвете, по счету у меня остается 7-9. То есть, 7 я и до этого подозревала очень сильно, а 9 вот по счету у тебя осталось с одним черным. Потому что побилиться достаточно безопасно. Потому что, ну, вы считаете 3-4 красными, я считаю 3-4 красными, я готов с вами попилиться, но все считай 9-ку самый черный. Ну, хорошо, 9-9, так какая разница? Я твои зиму с красным глаз оставлю слезить, а 9-ка считает вас красными, поэтому у меня становится еще больше. 10 секунд. Давайте так, первым выставим 9, в 9 голосуют я, 3-4, нет? 6? 6? Угу. Я 6. У вас время. Игрок номер 9, ваше минуту нормально, попил будет 8-6-3. У меня, а 4-7 и... То есть, я 8. Нормально попил будет? Кто здесь сломает, я не могу понять по мысли. Я подозреваю. Я 7-го не могу понять, почему взлазить на 7-го игрока. Взрослым не из себя подравшись, 7-ка сейчас прям агрессивно вылезет, потому что я черный у него точно. При этом я всего считаю, что 7-ка, то, что он заиграл в 2-ку, для меня это более красный аргумент, чем у 6-4. 6-4? Что? Поэтому я говорю, у меня, если выбирать, кто у меня черный, я думаю, что вы игрок черный, потому что у вас тоже не добр черных, а получается только 7-ка, который я считаю игроком, скорее красным. И я знаю свой красный цвет, то у вас черный получается, да? Ну вот, у вас получается только что я черный игрок, поэтому я с вами не бегусь, меня это так и устраивает. 7-ку я считаю игроком красным, если выбирать из оставшихся, я до сих пор не уверен, насколько 3-4, я уверен, что красный игрок, 4-4 я уверен, что? Я же говорил только что, 3-6-8, голосуют 9, 4-7-9, голосуют 8. Все, никто не сломает. 4-ку я считаю игроком красным, точно в любом случае, потому что мне, ну просто изначально, я думаю, время, время, время. Мы переходим к голосованию, но голосование выставим на игроки, 9-8, голосуем в порядке, 9-8, кто 100, чтобы столб покинул, 9-9, 4 голоса, 8-6-3 ты сказал, голосуем здесь. Это 3-й фолдизель, поставьте руки, кто не голосовал, 2 голоса уходят игроку номер 8, игрок номер 9, ваша крайняя. Балдарус, нет? Нет 2 в 2. Если нет 2 в 2, получается то, что уходил, что произошло? Вот именно, кто черный, получается? Только, ну аним же немал черного, да? Короче, в любом случае, получается, что нужно забирать 7 игрок, как сломавшего. Аня, у вас буй попил, у вас стреляется кто-то из красных, камера 3, и после этого, или 3, или 4 стреляется, и у вас остается 3, 9-7, игроков с тем и с 8, условно. И все нормально будет по делу. Ну что? Ладно, все, спасибо, пас. Спасибо, попрощаемся с игроком номер 9, город уходит в ночь. Магия уходит на охоту, проходит мимо микрофона, номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10, манкия, задерживается, номер 4, номер 9, номер 8, номер 9, номер 9, номер 9, Город просыпается, ночью был бит игрок номер три, ваша крайняя. А всем, кто сломал, они будут у нас всего черного, поэтому 4-6 подъем, это им кажется отличным. Черт, мады, 9-10, потом 4-6, потому что 8 не из 9, это был бы какой-то разгреб. Ну, 8-9, кажется, разгреб по нему будет выиграть. А всем сломал, всем тоже, прям. Всем прям решать, пожалуйста. Всем черный, сломал своего черного, это прям суп. Супермул такой, может быть, то есть 4-6. И вам спасибо, попрощаемся с игроком номер три. Я вас приветствую в гугадайке, которую открывает игрок номер четыре. Вставляю игрок номер шесть. Шесть? Нет. Я тоже думаю, что девять черный, потому что игра все-таки не закончилась. И семь, который сломал. Но если бы он ломал черный, вот так вот, это очень мало вероятно. Теперь девять был в разном цвете с восемь. Поэтому восемь у меня будет покраснее. Девять завещал пилить семь, восемь. Отсюда семь, восемь. Скорее пилить не надо. А остается действительно шесть и четыре. Поэтому я подозреваю шесть. Здесь нет проблем у меня встать. Здесь четыре, попилиться это будет логично. Ну, вот так. Семь согласен, восемь. Вы согласны так попилить? Четыре, шесть. Десять секунд. Ну, вы немножко у меня подозрительны все равно. Хотя вот девять на вас закидывал, это вас окрасняет. Спасибо просто. И вам спасибо. Игрок номер шесть, ваша минута. В общем, я не буду рассматривать версию, где черный десять ломал черного один. И я не буду рассматривать версию, где черный семь ломал черного девять. То есть, у меня из один девять однозначно девять уходил черный. Значит, девять уходил черным, хотел пилиться с восемь. То есть, восемь у меня покраснее. Восемь говорила, что если бы она пилилась, она бы пилилась семь бы, но она при этом не выставила семь и не агитировала, что она будет пилиться именно семь. Поэтому 8 у меня покраснее. 7-8 у меня получается краснее, чем 4. Выставляю игрока номер 4, думал, что я открываю стол, и я бы вас выставила, вы бы выбирали, с кем пилиться, хотите со мной, ну окей. Потому что, если бы я выбирала, с кем пилиться, то... 10 секунд. И потом вместе с 9 должны были голосовать 7-4, ну опять же, да, с лонгом на 9. У вас время. Игрок номер 7, ваша... А, у вас, да, у вас 30 секунд, у вас было 3 фала. Ну, короче, 4-6, попил, устраивает меня... А, я могу сказать попил или устраивает? Я за 3 секунд. 4-6, 4-6 голосует в 6. Вот, 7-8 голосует в 4, да? Угу. Как, 4-6 голосует в 6? Угу. 10 секунд. Угу. У меня что-то не будет. Угу. Ну, хорошо, да, 8-9 так жёстко с ней пилиться. У вас 3-5. Напоминаю, игрок номер 7, у вас 3 фала. Игрок номер 8, ваша минута. Я не знаю, у меня 6-ой игрок. Допустим, 4-8 голосует в 6, а вы голосуете в 4. 7-7 в 6 голосует в 4. Вот, так? Безопасно. Потому что там 6, ну короче, да. Вот, это что-то как-то... На самом деле, я очень плохо разобралась, и реально 7 позевала больше, чем в 9. У меня было, типа, в предприлюзительной команде 7, ой, 9-10. Вот. 7 так уверенно сломал в 9, и хотя попил было озвучено, что 3-6 и 8 голосуют в 9. А вы писали, что прям слишком уверенно здесь. То есть, ну, это было такое намерение, сам был. Да, 9 по счёту остается счётом. Вам вопросов нету. Тогда, получается, по завещанию, скорее всего, чем больше 4. Потому что ещё 5-ая собрала 4. Ну, это было так, честно, уверенно. 10 секунд. Встреча просто... Если выбирать номер 4-6, то там чёрные. Не знаю. Наверное, больше 4, чем 6. Потому что он даже не стал. У вас время. Мы переходим к голосованию. На голосование выставили на игроки 6-4. Голосуем в порядке 6-4. Кто 100, чтобы стол покинул игрок номер 6. Это было 3 голоса. Игрок... Поставьте руку, кто не голосовал. Игроку номер 4 достается 1 голос. Игрок номер 6. Ваша крайняя. 7 чего? Ну, ладно, да. Я ещё подумала уже на последних секундах показать вам, что будет пилиться 7. Потому что не понравился мне этот попил озвученный 4-6. Должен голосовать 6. А потом, ну ладно, уже действительно на последние секунды оставались уже... Уже пусть как есть. Голки. Потом подумала, нет, всё-таки там против 4, там завещание 5. Потом бы... Да, действительно. И ещё что тоже не успела додумать. Вот был бы попил 8-9, если бы 7 не сломал. Поднялись бы 8-9. Остались бы на угадайте 4-6-7. И тогда бы... Я бы развернулась именно в 7, а не в 4. А тут вот против 4 как-то вот так вот всё сложилось. 10 секунд. Нормально. Но зато сейчас поднял. Спасибо. И вам спасибо. Попрощаемся с игроком номер 6. Город уходит в ночь. Патрия выходит на охоту. Проходит мимо игроков. Номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5, номер 6, номер 7, номер 8, номер 9, номер 10. Матрия усталяется. Стоп игра. Был убит игрок номер 4. Я объявляю победу махии. По 30 секунд. Ты намеренно сломал? Ну я... Сорри. Я думал, если намеренно, то уже обидел. В мафии были игроки 7, 9, 10, шериф 5. Так вышло даже худшим. Но я не ожидал. Когда было такое... И кто мне это показывал?